Главная новость на сегодня то, что синоптики оказались справы. Дождь прекратился ночью и уже к обеду в городе не было практически ни одной лужи. Что же касается самого форума, то он переехал из центра Сочи в Олимпийский парк. И теперь павильоны располагаются вокруг сердца будущей Олимпиады Ледового дворца. Абсолютное большинство участников форума основной упор в этом году решило сделать на инфраструктурное развитие городов и туристических центров. На макетах можно увидеть, куда конкретно они предлагают инвесторам вложить свои деньги. Что касается Татарстана, то в этом году, впрочем, как и в прошлом, его стенд заметно отличается от остальных. Республика представляет реализацию государственной программы по созданию инжиниринговых центров. На стенде три направления – медицина, нефтехимия и лазерные технологии. Крайне важно повысить квалификацию кадров в здравоохранении. Существует реформа, согласно которой будут созданы сенсионные центры в каждом регионе России. Если не реализовать вот такой проект инжинирингового центра, то практически все оборудование будет импортным. Если же удается достигнуть тех целей, которые перед нами поставлены, становится возможным импортозамещение практически на 100%. Одна из задач – это создание нашего оригинального центра инжиниринга «Каэ-Лазер». Это создание малых и средних предприятий. Технология позволяет следующее сделать. Это может быть сварка, резка, маркировка, лазерная так называемая фрезеровка, наплавка. Тоже уникальная технология, которая открывает огромнейшие возможности. Официально форум откроется завтра, 27 числа. В его рамках пройдет множество встреч, конференций и презентаций. Среди гостей ожидается президент Татарстана Рустам Мениханов и, конечно же, негласный куратор сочинского форума, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Роман Королев, Алексей Алексеев, ТНВ, Сочи. Роман Королев, Алексей Алексеев, ТНВ, Сочи.